стальной хват россии привет большой подписчики на канале youtube привет большой евгений юрьевич москва forever закончили мы с тобой обзор кука полтора в двух сериях rb 365 в коллекцию чтобы был мотивировал по я показал съемок не надо ну там все написано какой был какой стал там огромное его подсматриваю пока я еще не уложил их пакет потому что только в понедельник смогу отправить половина 11 утра 6 октября 2020 третьего года сейчас будем калибровать кок опять же в двух сериях силикон приготовил волшебную бумажку приготовил вот такой кок 2 у меня он уже очень давно 47 килограмм 47 килограмм а вот он для евгения приехал новый новый кок 2 полтора два он заказал женя давайте смотреть у евгения есть калибратор но он говорит что планка тяговой немножко другая поэтому хотел бы сравнить что получится у него будет калибровать и коэффициент калибровки будет скажем так придуман но я сразу скажу что по каким-то неведомым силам непреодолимым калибровка у меня самая маленькая в мире значение калибровки эспандера я не знаю это магия наверно магия чифра что ли вот хочется чтобы было больше зачем людям хочется я не знаю это тайна за семью печатями также как и вот этот блин блистер уже который блистер не знаю как там нужно пошевелить кончик чтобы все нормально открылся я опять же через калибратор а потом только буду пробовать вот он кок 2 такие круги на полях они прилетели кок 2 давайте посмотреть я его не сжимаю ничего не при не предпринимаю тем более евгений сказал не дай бог вадим иванович сарапина себе оставьте мне мне нужен будет другой ну вот такой говорит у меня бизик люблю я все идеально 72 и 872 и 873 миллиметра нафигеть это много для двойки это много 1915 но вот только один ушел за 19 а все а все выше ну и пружинку посмотрим ручки верить нет смысла а пружинка 665 670 665 670 у кока 2 и не знаю почему вот как уэйд смазку наносит почему коки не наносит смазку может быть длительность передвижения там продаж влияет на то что эта смазка может как-то высыхает еще хуже становится я не знаю все это ребят тайна за семью печатями как и кок три с половиной на 81 килограмм с хр с хр усаженный представляете да у всех это будет там ну минимум 82 83 минимум у остальных плюс 57 килограмм то есть 86 88 интересно как они как они это будут понимать своей голове что такое 88 килограмм ждем еще четверку заказанную посмотрим посмотрим что что будет с четверкой может какая-то придет на 100 килограмм вот будет мура все четко все очень четко вот она 100 грамм да и тут нет нет наверно нету да не такой 100 грамм 50 вот так вот 47 и 7 просто ну скорее всего такое останется на 47 5 естественно ребят я много раз говорю что мы не можем контролировать силу сжатия ну то есть мы можем эту силу сжатия наверное контролировать когда вы закрываете без установки там троечку а в руках у вас единичка то скорее всего конечно имеет такой запас мощи можно это делать более аккуратно но все тут я сейчас вниз а вот одно сжатие было ребят одно нет вот это сжатие в общем-то 0472 872 404 как бы так и должно значит вот с этим с моим новый ну абсолютно 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 одинаковые по нагрузке здесь одинаково здесь мой мой чуть чуть меньше это 70 ну что вот видите практически при такой длине 72 и 4 ну расстояние между ручками прижимая большим пальцем ручку чтобы она не провалилась и мне было удобно сжимать уже фаланги безымянного и указательного они там по краешку и только единственное средний самый длинный палец он там одним пальцем может тянуть посвежее посильнее ну в общем-то и номинале он там на килограмм где-то поэтому ну закрылась слава богу вчера левле я греб грубо так говоря вот два с половиной поэтому вроде бы утром когда я снял вторую часть про два с половиной сегодня и как бы 55 ровно все зашипись ребят так как должно было быть 54 там пока бы по низу 56 по верху 54 56 но и есть ниже 54 я встречал даже 51 два с половиной калибровал и 57 то есть получается если широком разбросит 51 57 а вот именно узком и среднем и абсолютно часто отличающимся 54 56 но калибровку нужно ребят я тут замечаю тенденцию что люди стали бирки вешать на эспандеры причем это не моя калибровка они говорят что мы посмотрели мы фильма да и взяли повесили бирку хэви грипп 300 365 килограмм да фиг вам от 58 до 75 до 80 какая средняя 65 до часто встречаешься но у хэви грипп грипов часто встречаешься не часто встречающиеся куча продавцов развелось и видите соскочила нету накатки поэтому калибровать надо надо бирку вешать а так получается что это кот мешки вы сами себя обманываете все ребят ставлю под нагрузку же ставлю под нагрузку и и и будем бомбить калибратор сейчас а то уже клиенты пришли магазин закрыт на время калибровки сейчас я закрываю и оставляю ну на пару часиков так все о пока так ребят могу расстояние вы видели здесь опять этот микрон 100 граммовый а то и меньше 46 7 все ребят встречаемся на продолжение сейчас у нас время 1045 ну где-нибудь час дня встретимся все же не до встречи тебя пока еще раз привет вторая часть обзора про куб 2 для евгения из москвы значит сейчас я покажу сколько я по времени но вот видите маленький зазорчик есть но это все драм секундомер работает один час наверху 1 час 40 вот продержал я под нагрузкой этого достаточно сейчас увидите я уже несколько раз отрывал никаких изменений нет сколько будет 100 и будет достаточно длительное время абсолютная копия того что у меня есть наличие куб 2 значит вот снял я с нагрузки смотрим расстояние вспомните 72 миллиметра то был 72 и 8 что за 7 своей 8 71 и 9 то есть на миллиметр ушел всего на миллиметр можно сказать да и того даже нет нагрузка эспандера и так смотрим чутка берем то есть скажу ребят стабильность сколько я уже сделал калибровок этих всех пока не полной линейки конечно не всех эспандеров ну принципе народ так и будет у всех в принципе очень высокая стабильность очень высок сразу показываю 46 и 4 46 и 4 здесь ну в принципе вы понимаете да зазор зазор ну даже камера асфакадра той не хватает так же накатка это ну это меньше полмиллиметра 46 и 4 46 килограмм же можешь я бирочку кладу в упаковку бирочку буклетик этого краша в упаковочку кладу она бирочки написать можешь 46 килограмм 72 миллиметра расстояние для кока второго но достаточно большое скажем так а нагрузка я сказал что средняя нагрузка у коков у у вторых коков это 46 48 на 48 крайне редко можно даже сказать 45-47 это будет ближе то есть без магнезии очень тяжело сразу ручка едет угол меняется поэтому даже левой рукой не буду пробовать потому что не вытяну магнезии мазаться я не буду потому что не верить будет ругаться все вот такой второй второй кок откалибровали для вас для всех заказывайте достаточно быстрая поставка до двух недель это очень быстро за границей две таможни поэтому передвижение и всего занимает время уже у меня через там две недели эспандера цену знаете в группе пожалуйста смотрите если хотите просто калибровку начальную конечную без такой видео фильма это 500 рублей 1000 рублей если с обзором со всеми делами все же отправляя в понедельник отправлю три эспандера обязательно твои рекомендации выполню встречай занимайся всем здоровья встречаемся в обители пока